РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Это программа «Мама знает всё». Наш замечательный проект, душевный, откровенный и полезный, кстати, тоже. Тут можно понять, как жить в семье, в которой растет будущий чемпион. Это очень непросто. Если чемпион еще не проявил себя, но вы в него очень верите, то вам тоже надо послушать, что говорят наши гости. Чего ждать, сколько ждать и как не потеряться в большом спорте. Программа подготовлена по инициативе Российского Футбольного Союза при поддержке «Газпромбанком». В студии ведущая Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Ну а главная героиня нашей программы – мама Елена Евгеньевна Крашенинникова. Мама по-настоящему легендарного спортсмена, представителя, внимание, пляжного футбола Юрия Крашенинникова. Елена Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Итак, Юрий Крашенинников. Трижды чемпион мира по пляжному футболу. Третье мировое лидерство случилось совсем недавно в этом году на чемпионате, который проходил в Лужниках. Также Юрий – неоднократный победитель Евролигии и неоднократный обладатель Кубка Европы, многократный чемпион России по пляжному футболу, обладатель Кубка страны плюс заслуженный мастер спорта России. Мы сегодня в Санкт-Петербурге на родине Юрия. Вы тоже здесь родились? Да, в Ленинграде. А вы тоже, по-моему, занимались спортом. Я занималась спортивной гимнастикой. Ух ты, здорово. Третьего класса. Так. Я рано закончила заниматься гимнастикой из-за травмы. А, травма как раз. Перелом руки у меня был. Поэтому не достигла чего хотела. А какую мирную профессию вы для себя выбрали? Ну, раз я училась в институте техническом ЛИТИ, то инженер-электрик. Так, ну давайте тогда отметим, что и папа Юрия Крашенинникова, ваш муж Юрий, тоже был спортсменом. Да. Он занимался и боксом, и бегом, и коньками. По поводу бокса, там, по-моему, у него было сопротивление какое-то. Да, бабуля его испугала, что внученка будут обижать. Прятала в перчатке и давала ему заниматься. Муж все время хотел, чтобы все в семье, в его будущем, все занимались спортом. Все были спортсмены. Может быть, на этой почве он выбрал будущую свою жену. Меня. Он знал, что я занималась гимнастикой. Вот так сложилось. И мы в одной группе учились, и потом поженились. Сейчас у вас двое сыновей. Вадим и Юра. Юра младшенький. А что характерно, как и хотел, в принципе, ваш супруг, старший брат Юры, тоже был увлечен спортом. Да, старший. В теннис начинал играть большой. Слушайте, а по поводу младшенького, по поводу Юры. Он же в детстве был таким достаточно плотным мальчиком. Да. Сбитым мальчиком. Родился сбитым. 4200. 4200. Так. Наверное, ему не просто давалась эта физическая подготовка. Конечно. В детстве он был толстеньким. Во дворе даже его... Дразнили? Дразнили. Ну, а потом мячик увидел, и все, не расставался. Естественно, старший сын его водил даже в школу, где еще он не был школьником, Юра. Со старшими играл в футбол. Когда подрос в первом классе, 7 лет ему было, Вадим, старший сынок, отвел Юрочку в смену. Его приняли. Занимался в «Зените». Года три, наверное. В лагерь Тарасова ездил. Но, видно, дальше не пошло в «Зените». И он играл уже в 12 лет за московскую заставу, за клуб. Так сложилось, что он дальше уже пошел в мини-футбол. Но это вот чуть постарше стало. В этом году вы стали мамой трехкратного чемпиона мира по пляжному футболу. Вот скажите, пожалуйста, в вас самой что-то изменилось? До сих пор это у меня в голове не укладывается. Для меня это счастье, естественно, для всех, кто окружает нас, родных, близких, знакомых. Все за него горды и рады. И не верится, что трехкратный чемпион. Когда Юра с командой играли финальные игры в Лужниках, где вы были? Вы вживую смотрели? Конечно, вживую на стадионе. Когда забивает финальти команда наша, Россия, и очередь моего сына, я... Это когда со швейцарцами играли? Со швейцарьей играли последние. Решающие было? Решающие. Пятые я была под скамеечкой, пряталась. Я смотреть не могла. Это очень нервная игра, пляжный футбол. Я не думала, что он такой нервный. Мяч летит, бьешь в ворота, смотрю, ребята бьют в ворота, гол должен быть. А мяч летит на трибуну. Вот такие бывают моменты. Болельщики за большой футбол и болельщики за пляжный футбол, по вашему мнению, это разные люди? Я думаю, да. Потому что я иногда встречала болельщиков большого футбола, которые пляжный футбол не воспринимают. Других встречаю болельщиков, которые наоборот говорят, что пляжный футбол – это спектакль. Это концерт, это музыка, это радость, это события ежеминутно проходят. Чуть ли не за несколько секунд можно изменить ход игры. А большой футбол ждешь, когда добегут до ворот, когда забьют, а может и не забьют. А может и не добегут. Так что очень интересно играет. Кто хоть раз был на стадионе, влюбляется в этот вид спорта. Особенно много любителей нашего вида спорта после чемпионата мира, который мы выиграли в Москве. Пляжный футбол – дисциплина в нашем спорте уже не новая, но, тем не менее, до сих пор довольно экзотическая. Давайте вместе с мамой Юрия Крашенинникова и другими представителями команды глубже изучать характер этого вида спорта и знакомиться ближе с главными звездами – пляжки в России. У нас в эфире российский игрок в пляжный футбол, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира – Кирилл Романов. Добрый день. Добрый день, Кирилл. Кирилл, вы оба из Санкт-Петербурга, и ваша первая встреча состоялась где? Ну, как раз-таки именно на пляжном футболе это был такой растрорец. А какое первое впечатление сложилось у вас при знакомстве о Юре? Помню, что впервые как раз-таки мы начали играть, и он один из всех, кто меня подвозил до метро. А, то есть вы сразу нашли общий язык? В целом, да, как-то сразу, поэтому такое началось взаимоотношение. А сколько лет и того вы уже дружите? В 15 лет играем вместе, поэтому живем вместе во всех сборах, в турнирах часть, поэтому понимаем друг друга с полуслова, поэтому это радует. Кирилл, я не знаю, возможно, многочисленных интервью ты не заметил, но в одном из них Юра призналась, что ты ему на сборах так надоел, потому что вы живете и живете вместе. Господин говорит, этот Романов уже надоел до смерти, уже говорит, хочется в семью вернуться, а не с Романовым на сборах жить. Это взаимное, наверное, такое ощущение? Ну, конечно, здесь одно замкнутое пространство небольшое, поэтому, конечно, немножко друг другу надоедаешь. Учитывая, что мы и живем рядом, в одном доме живем, поэтому и на улице встречаемся после этого. Поэтому очень много видим друг друга, общаемся друг с другом, и, конечно, легкий, так скажем, надоедательный эффект происходит. Кирилл, что самое сложное в пляжном футболе? Ну, это, конечно, физическое составляет, что песок, покрытие, скажем так, не сбалансированное, всегда меняется, там, осыпается, поэтому здесь физические кондиции очень важны. Сложно это выдерживать нагрузки, ну и погодные условия. Конечно, не всегда, но чаще всего будем надеяться, что в жаркую погоду играем, поэтому это тоже сложно. Уже ко всему привыкли. Ничем не удивить. За исключением, наверное, каких-то дополнительных, появляющихся на поле, вернее, на песке, чужеродных предметов в виде ракушек, камней, гвоздей или что там, говорят, в истории чего только не встречалось. Я думаю, да, все встречали. Раньше у нас даже вроде там Юрий Горчинский был, там коллекции собирал по предметам, находящим на пляже, поэтому и доски, палки, и огромные булыжники, поэтому все было. В Лужниках-то же все нормально было? Нет, Лужники в этом, конечно, плане просто, я думаю, такую планку задрали, что, я думаю, мало кто сможет теперь это воплотить так же, тем более переплюнуть, я думаю, вообще не получится ни у кого. Раз уж мы заговорили про чемпионат мира, наверное, ты очень хорошо помнишь этот день, день победы. Команды, у команды вашей были сомнения вот в победе? Ну, то есть казалось, как и со стороны, что все ребята очень спокойные, были уверены в себе, учитывая, что были сложные игры до этого и физические. А здесь, учитывая, что после каждой игры был день отдыха, здесь его не было, можно сказать, сразу после такого полуфинала надо было врываться в финал, поэтому ребята были уверены. И я думаю, они понимали, что если не сегодня, то никогда, поэтому с этими мыслями в голове все выходили и понимали, что сегодня надо отдать все, и за того парня, и за себя, и как раз-таки все это воплотилось в такой результат. Хорошо, спасибо огромное. Кирилл Романов был у нас в эфире, двукратный чемпион мира по пляжному футболу, ну и, соответственно, друг Юра Коршнинникова. Мама знает все. Продолжим разговор еще с одним ярчайшим спортсменом, и, естественно, с участием Елены Евгеньевны тоже разговор. К нам присоединяется Александр Филимонов, советский и российский футболист, легендарный вратарь Спартака, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России, лучший вратарь страны 1998 года. Ну и, кроме того, чемпион мира, России и Евролиги, обладатель межконтинентального Кубка и Кубка России, уже в пляжном футболе. Действительно уникальный спортсмен, который в том и в другом виде успел достичь, ну, просто каких-то очень серьезных высот. Добрый день, Александр. Здравствуйте, здравствуйте. Юрий в одном из своих интервью вспоминал, как вы удивлялись отскоком от песка. Вот в большом футболе все по-другому было? Я думаю, что все, кто первый раз появляется на песке, да, неожиданность такая, не очень радостная. Но привыкаешь быстро и все нормально. Но вратарь Филимонов много песка съел? Не только съел, да, это песок, он и в глаза попадает, и в уши, и в нос, да, поэтому пару мешочков песка, да, пришлось заставать и приехать, так сказать. Вместе вы стали чемпионами 2011 года. Первое, что хочу уточнить, вы сказали, что вы в 2011-м пришли только. Это получается, вы немного совсем поиграли и уже выиграли в чемпионате. Ну, да, я начал играть в пляжный футбол в июне 2011-го, да, в сентябре уже стали чемпионами мира. Помните ту игру, вот какая атмосфера в команде была, как все было вашими глазами? Финал. Очень хорошо была, команда готова. А как после праздновали победу? Потом долго искали цепочку с крестиком Егора Шейкова, потому что он просто перед каждой игрой отдавал Лихачеву, да, на сохранение, вот скажем. А пока мы его бросали, мы, у него из кармана эта цепочка выпала на песок. После того, как мы уже себя порадовались, порно отметили, да, нам пришлось прочёсывать площадку для того, чтобы найти цепочку. Ну вот, я шутил после этого случая, да, что я в этот день нашел два золота – чемпионата мира и цепочку Егора Шейкова. Спасибо огромное. Александр Филимонов, главный вратарь Спартака 90-х годов и чемпион в пляжном футболе. Далее мы будем разбирать, как Юра Крышенинников пришёл в пляжный футбол, как эта забава стала для него главной работой и выясним, как часто пляжные футболисты делают педикюр. В эфире проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Мы продолжаем нашу программу. Сборная России по футболу никогда не была чемпионом мира. Игроки национальной сборной по пляжному футболу уже трижды доказали, что они лучшие на планете. Никого не хотим обидеть, просто факты. И мы продолжаем разговор с мамой трёхкратного чемпиона мира по пляжному футболу Юрия Крышенинникова Еленой Евгеньевной. Елена Евгеньевна, давайте ещё подробнее о детстве, как спорт пришёл в жизнь маленького Юры. Спорт, именно футбол. Я попросила, или даже старший брат Юрин сам отвёл его в большой футбол. Это ваш старший сын, разница у них... Девять лет, поэтому он его везде водил. В школу он в футбол и на Бутлерова отвёз смену. Но вот помимо тренировок в смене по расписанию, были наверняка постоянные дерби во дворе у мальчишек. Это двор, это все площадки, где есть ворота, где есть ровная площадка футбольная, все играли в футбол. Кстати, это было в 90-е годы. Сейчас, я смотрю, никто не играет. Абсолютно вы правы, дворовый футбол куда-то исчез. Да, у нас все играли, все чумазые, все носились, умеешь, не умеешь. Все играли мальчишки. А вот вы та мама, которая кричит из окна, чтобы мальчишки быстрее шли домой и не занимались ерундой? Или наоборот, та мама, которая радуется, что мальчики на улице играют в мяч? Нет, нет, я никогда в окно не кричала, восьмой этаж. Не услышали. По иронии судьбы, вот как мы уже говорили, брат Вадим, который тоже очень любил футбол, но он с ним так вот глобально так и не пересёкся. То есть у него потом уже другие там и коньки, и триатлоны пошли. Юра окончательно увлёкся футболом. Впрочем, давайте мы поподробнее об этом поговорим с самим Вадимом Крашенинниковым, старшим братом героя нашей программы. Добрый день. Добрый. Вадим, вы были для Юры, ну, буквально нянькой. Не знаю, как вы к этому слову относитесь, но, по сути, наверное, оно так и есть. Пока родители, потому что на работе постоянно, родители инженеры, родители спортсмены, куда им, да? Много хлопот доставлял вам этот молодой, этот юный человек? Юный, талантливый. Да. Нету. Хлопот вообще не доставлял. Он был, наверное, самым лучшим братом. Он и есть, и я рад, что у меня такой брат. Всегда был послушный. Так не бывает. Бывает. Да не бывает такого. Такие люди. Ну, подождите. То есть, если, например, вам его доверяли, ну, сколько? Лес четырёх, наверное, уже доверяли? Раньше. Раньше? С рождения практически? В Ясли водил даже. Да, кашу варил и в Ясли, и в садике. Кашу варил? Кашу варил? Ситуация, да. Какую? Знаете, я обычно манную варил. Потому что раньше у нас в Санкт-Петербурге была такая акция. Каждое утро привозили бочку. Такую большую бочку молока. И я с утра вставал. Ну, и мама всегда говорит, иди подай ей корову. Я вот ходил, брал молоко, я приносил домой и варил Юркий кашу. Всё-таки, наверное, спорт играл, да, ещё для всех эту роль. То, что и все как-то придели и все понимали. Ну, по крайней мере, с другой стороны, почему мог понимать мальчишка в три года, если вам уже в это время его доверяли? Дело в том, что у меня вот отец никогда нас в транспорт не сажал, ни в трамвай, ни автобус, ни метро. И мы всегда ходили до дома или от гостей, всегда пешком. И я думаю, что, скорее всего, в каждой прогулке по 10 километров, это сказалось на такая базовая физкультурная закалка для нас, для мальчиков. Вадим, ну вот нам Елена Евгеньевна сказала, что это всё было на добровольных началах. Неужели вас никогда не принуждали, не заставляли? Ну, или, по крайней мере, не напоминать так, сегодня тренировка, не забудь. Ну, вы знаете, мне кажется, да просто вариантов не было. Ты должен жить так, как вот должен жить. Как в семье принято. Да, просто была самостоятельность очень большая. Нельзя сравнить с лишним поколением. То есть мы были предоставлены сами себе с детства. Мы же родители практически не видели, они утром уходили, да, вот они правильно сказали, что инженеры, да. Причём, я думаю, даже мы готовили им ужин. Есть информация, что Юре, как младшему брату, тем более в те времена, там, да, конец 80-х, начало 90-х, приходилось за вами донашивать одежду. Это нормальная практика, которая, соответственно, и в советских семьях вообще была на 100% закреплена. Я сама, как младший ребёнок в семье, это очень хорошо прочувствовала на себе. Вот. И вроде бы Юре Юрьевичу это небольшое удовольствие доставляло, то, что вот вещи у него не новые, а все после вас. Вы знаете, на самом деле, Юра, с детства его звали всегда, да, его звали Толстый. Нам мама говорила уже. Да, и он был очень пухленький такой ребёнок, ну, видимо, я его очень хаши перекормил в детстве. И одежда, конечно, это было, было, было. Ему не нравилось, конечно, но хорошо, что мы мальчики, понимаете, если мы были девочками, там была совсем другая история. А теперь он отрывается, и теперь он стал модником. Он, да, да, ой, это, это, он очень любит. Он очень любит обувь, он очень любит одежду верхнюю, да, куртки, и очень ревностно относится, если кто-то что-то оденет. Так, скажите, давайте всё-таки вернёмся в спорт, и то, что действительно Елена Евгеньевна рассказала, что именно вы отвели брата в футбол. Ну, знаете, была подготовка до этого, он очень здоровый берет. Дворовая? Да, да, когда его отвёл в Зенит, да, он показал результаты, на самом деле, очень хорошие. Вот, и дальше уже развитие его, конечно, это зависело от родителей, сколько они его вкладывали в него, да, возили, причём возили очень далеко, я помню эти моменты. То есть на дорогу занимал, там, по час, по два, то есть это так серьёзно, то есть человек, чтобы добился каких-то результатов. А вы маму к брату не ревновали? Ревновал всегда. Это всегда ревновало, но я всегда молчал. Нет, иногда говорил, да, но очень ревновало, конечно. А какая-нибудь тихая месть не происходила? Нет, ну что, нет, такого нет, даже подумать никогда. Как вы отреагировали, когда Юра ушёл из большого футбола? Этот человек себя искал, и я считаю, он себя нашёл, да, и это очень дорогого стоит. Я думаю, что каждый человек, когда попадает в такую струю, да, он счастлив, что он живёт, не зря. А вот недавно прошёл чемпионат мира по пляжному футболу, где наша сборная взяла золото. Вы тогда следили за игрой по телевизору или на трибуне были? К сожалению, я не смог приехать в Москву, да. Я был в Санкт-Петербурге, потому что были ограничения там, к сожалению, да. И вот наш представитель, мы отправили маму в Москву, она болела. Да, я в Санкт-Петербурге, ну я очень переживал, я переживал, болел. И просто это надо было видеть, как эта ситуация была на мне, сказывалась. Очень тяжело, конечно, болеть за близких людей и понимать, что это такие моменты в жизни бывают у кого-то вообще раз в жизни, понимаете. А у брата это уже не первичем от мира, и он хотел, наверное, показать свои силы все. Спасибо вам огромное. Вадим Крашенинников был у нас в эфире. Спасибо. Елена Евгеньевна, знаю еще такой интересный эпизод, что Юра не закрепился в «Зените», еще и потому, что когда там был сформирован спортивный спецкласс, вы его не отпустили туда учиться и тренироваться. Потому что так надо было бы бросать родное лице, а вы не хотели, чтобы он бросал. Отец Юрин был против. А он учился в обычной школе или тоже в каком-то специалистом? Нет, он учился в обычной школе, и ему предложили перейти в спортивный интернат Олимпийского резерва. Но мы посоветовались, решили, что не стоит этого делать. Но он не обижался из-за этого? Ну, внешне он ничего не сказал, но я думаю, внутри-то он хотел. А как он в лицее в своем учился успешно? Средне. Средне? Вы его контролировали, как-то помогали? Особо не контролировали, все самостоятельно, уроки сам делал, только проверяли в конце дня вечерком. Скажите, все-таки, то, что вы не отпустили в «Зенитовский интернат», вы побоялись, что как-то ему не на пользу пойдет вот это полное поглощение спортом? Нет, мы считали, что учеба – это первое дело. Скажите, а вообще много средств уходило на то, чтобы мальчишки занимались спортом? В те времена, ну, 90-е годы? В 90-е годы трудности были даже с питанием, тоже там оплачивается секция спортивная. Поэтому ничего никогда не оплачивали, все было... То есть вы за спорт не платили? Не платили, только на дорогу и на питание. Но все равно жили, наверное, от зарплаты до зарплаты. Да, тяжело было. Увлекающаяся натура Юра Крашениников влюбляется в мини-футбол и добивается там тоже неплохих результатов. Чем вам особенно запомнился период мини-футбола? Вообще, как это случилось? Мини-футбол – это постоянные соревнования, постоянные игры, постоянные призы в виде медалей, кубков. То есть у него успешно пошло, да, все? Да, постоянные какие-то призы домой приносил. Весь дом в кубках. Все, подходим к самому главному. Крашенинникова зовут в пляжный футбол. Он же ведь сначала не очень серьезно к этому отнесся. Вообще, в принципе, как таковому виду спорта. Да. И причем это как-то резко произошло. Всегда играл в мини-футбол, всегда друзья приходили домой, все, мини-футбол обсуждался. И вдруг в один день буквально два слова мне говорит, что меня пригласили в пляжный футбол. И побежал. Видно, на пляжный футбол. Я даже не поняла, что это такое. То есть вы про этот вид спорта вообще не знали? Я ничего не знала. Я пыталась в дверях ему сообщить, что Юра, ты зря туда идешь. Давай-ка продолжай свой мини-футбол играть. Он меня не слушает. И побежал. И началось вот с этого момента. Один пляжный футбол мини забыл. Но заниматься пляжным футболом, наверное, немного бюджетнее, чем даже мини-футболом. Как минимум, не надо тратиться на обуви. А тут вообще все прекрасно. Тем более сразу пригласили его в сборную России. Он же даже меньше года проиграл, да? И уже его пригласили в сборную. Да, он играл за команду Тим в пляжный, Ай-Би-Эс. И Писарев его заметил. А что сын рассказывал о своих ощущениях вообще, когда он играл в пляжный футбол? Ну, первое, что я помню, он долго изучал, как поднять мячик с этого песка. Песок глубокий. Вот эта трудность была первая. Ну, а дальше без меня все пошло по маслу. Елена Евгеньевна, говорят, что пляжники больше уделяют внимание своим ногам, потому что часто бывает то, что крупным планом стопу показывают на съемках, на телевидении, а это может быть трансляция на весь мир. Есть такой пикантный момент или нет? Я думаю, есть. Мне особо подробно об этом не говорили. Ну, вы замечали, что ваш сын часто ходит на педикюр? И на маникюр, я думаю, тоже. А правда ли, что Юра изначально засомневался, нужен ли ему пляжный футбол? И потом вот Сергей Васильевич Нечаев дал посмотреть ему запись матча, где Португалия с Бразилией на чемпионате мира играли, и Крышенинников обалдел, влюбился. Вот с этого все началось? Я думаю, да, после просмотра влияло это на его дальнейшее. А когда вы влюбились в этот спорт? Вообще вы влюбились в него? Конечно, я влюбилась и до сих пор люблю этот вид спорта. Считаю, он самый лучший. Когда это началось? Началось, я думаю, девятый год. Это 2009 год, когда они впервые выиграли чемпионат Европы. И на стадионе в Петровском поздравляли нашу пляжную сборную победой. И были громадные плакаты «Спасибо, пляжки». Мне кажется, все равно при всем при этом вы до последнего надеялись, что Юра найдет себя где-то вне спорта, в каком-то другом, важном, может быть, более интеллигентном деле. Ведь он же поступал в Балтийский институт экологии, политики и права. Это мое было желание. Я говорю, вы все-таки рассчитывали на то, что, наверное, он найдет себя где-то в другом, в мирном, в зимном. Я думала, да, так же, как и мы, параллельно же и учились, и занимались спортом. Думала, и у Юры так же получится. Но футбол все-таки на первом месте. Институт он не закончил? Нет. В общем, специалиста по экологии, политике и праву из Крышнинникова не получилось. Не получилось. Слава богу, зато у нас есть трехкратный чемпион мира по пляжному футболу. Продолжим разговор через несколько минут. У нас впереди обсуждение побед на мировом уровне пляжного футбола и личная жизнь спортсмена с долгими разлуками. Мама знает все на Авторадио. Наша программа сегодня в Санкт-Петербурге. У микрофона ведущая Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Общаемся здесь и сейчас с мамой трехкратного чемпиона мира по пляжному футболу Юрия Крышнинникова Еленой Евгеньевной. Программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. Елена Евгеньевна, первая команда Юры в так называемой пляжке – команда Тим. Это была уже полноценная работа Юры со всеми атрибутами, там, зарплата, график, премии. Премии были, я думаю, и зарплата небольшая. Когда Тим распался, Юра попадает в команду IBS, тоже питерская команда, и там он играет плечом к плечу с легионерами, бразильцами Андре и Буру, лучшие игроки мира на тот момент. Что происходило с сыном в тот период, когда его, по сути, поглотила игра, не имевшая на тот момент весомого статуса в нашей стране? Ведь тогда чемпионская история еще не началась. Самое главное, что он многому научился у Буру, у Андре, и я помню его выражение, что мы можем даже их обыгрывать, мы не хуже бразильцев. А бразильцы на тот момент однозначно лидерами они были. А мы были чемпионами мира, да. Очень хорошо, что они играли в команде Тим, они обучали наших ребят, наши учились, и в голове у Юры уже возникла мысль, что мы не хуже бразильцев. И сможем, и можем обыгрывать бразильцев. А вот в детстве, за что вы его ругали? В юности, быть может? Ругала, что не любил гулять с собакой. Сам выпросил ее. А гулять приходилось Вадиму старшему, маме, папе. Ну, я думаю, что, наверное, самое интересное нужно спрашивать у друзей. У нас есть возможность пообщаться с человеком, с которым Юра Крашениников дружит с первого класса. Сергей Резник у нас на связи. Добрый день, Сережа. Да, здравствуйте. Сережа, а вы не вспомните, какие у вас были, возможно, планы на будущее, которые вот строили еще мальчишками? Ну, какие-то такие детские мечты, возможно, делились? Тогда были увлечены футболом. Мы играли и в мини-футбол, а Юра тогда уже занимался в «Зените». Вот, вместе ходили в бассейн. На будущее мы на тот момент каких-то планов не строили, все шло своим чередом. Сейчас появилось больше возможностей для футбола, ну, скажем, там, полупрофессионального. Есть детские школы, почти, ну, есть поля в каждом дворе. В наше детство такого не было. Мы ходили играть вообще в соседний двор, где зеленая поляна превратилась в гаревую. Она была единственная. Сами засыпали там эти ямы песком и бегали. Хорошо, что у кого-то там был мяч, один человек выносил, потом вместе с мячом уходил, и, собственно говоря, на этом футбол заканчивался. То есть расписание игр зависело от расписания обладателя мяча? Да, конечно, конечно. Кого-то мама позвала, там, за печенюшку можно было выкупить этот мяч, да. А, Сережа, у вас не было мяча? Нет, конечно, я не такой состоятельный человек. На самом деле штука была в том, что какие-то мы даже придумали игры с теннисным мячом для большого тенниса. Футбол? Футбол, футбол играли в футбол. У нас у школы не поле даже было, а просто играли на асфальте. Одна часть, это кусок забора были воротами, а вторая кусок стенки школы. Играли теннисным мячом, было очень интересно. Вот я считаю, откуда у Крышенинникова способность играть в любых обстоятельствах, даже выходя на песок, потому что в детстве он перепробовал все варианты футбола. Сергей, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо огромное. У нас в программе был Сергей Резник, друг по жизни нашего героя Юры Крышенинникова. Счастливо. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Мама знает все. Елена Евгеньевна, вы смотрите, неприятности на площадке, травмы, ушибы, вывихи, это все преследовало Юру? Да, до последнего времени преследовало. Пальчики отбивало, переломов не было, но трещинки, синяки. А последний чемпионат мира в этом году он играл с травмой, с растяжением мышцы ноги. Сделали даже уколчики. Он играл на голову. На обезболивающих? То есть песок все-таки коварная штука в плане травматизма, опять-таки, да? Да, очень много трещин, ударов, синяков именно на ступнях. Пальцы именно страдают. Ну и удары были на ступну, по ногам сплошные удары. Даже на последний мир Станкович, Станкович сильно ударил, его по ноге, он даже упал. Он никогда не падает. Редко-редко он на песок падает. Поэтому говорят, что у Краша всегда чистая форма. Он всегда на ногах стоит. Если все остальные шиши, там, Еремеев, все в песке, все грязные, у Юрия чистая форма. Редко-редко его ударят, и он упадет. Это очень редко. После АйБиЭс наступил московский период, и Юрия Крашенинникова позвали в локомотив. Он вспоминает с необыкновенной теплотой об этой команде. Что в вашей памяти отпечаталось в связи с столичным ЛОКО? Самое интересное, что его пригласили в локомотив. И это оказался основной костяк нашей сборной. И первые победы были именно, когда Юра играл в зал локомотив. Ваш сын рассказывает, что приглашение в сборную, это было какое-то вообще из ряда вон событий для него, по ощущениям, по гордости. Вы помните это? Я помню этот момент. Он буквально вылетает в квартиру, мне кричит. Меня пригласили в сборную России по пляжному футболу. Я его хотела задержать, не пускай. Говорю, расскажи, что это такое. Я не знаю, может, не надо туда идти. Он даже разговаривает со мной, встал и убежал. А убежал куда? В сборную? Взял сумку, да, взял сумку. Все, я поехал. Видно, в Москву поехал. Я даже уже не помню. Первые успехи Крашенинникова в сборной. Елена Евгеньевна, вы помните, что за история была с ним во Франции? На этапе Евролиги, где, по-моему, чуть ли не по ошибке его внесли в заявку, а он собирался там загорать на трибуне, но, тем не менее, в первом матче он забил победный гол. Во втором матче Юра тоже забил победный гол. И в итоге первая победа наших пляжников в Евролиге. Расскажите про это. Это было чудесно. Мы сидели с сыном старшим, с Вадимом в баре, нигде не показывали, нашли какой-то бар, где была трансляция. Как мы кричали. А оказалось, что он не должен был играть. Он сидел, уже загорал на трибуне. Вдруг кричат, Юра, выходи. Ошибка в заявке, ты должен играть. И вот так получилось, что он и забивает решающий даже мяч. Так он и закрепился в сборной России. И уже практически 11 лет Юрий Крышенинков играет за сборную. Вы, я так понимаю, с ним на соревнования ездили? Старалась все время ездить, но, конечно, не удавалось везде быть. Но старалась. А куда вы с ним летали? Много. Италия, Эмираты. Четыре раза в Аху на первые европейские, олимпийские игры. Где они выиграли? Что вам больше всего запомнилось и где? В Аху, 15-й год, это было, конечно, здорово. Но тяжело было, 40 градусов жара. Ребята играли с обожженными пятками. Но мы выдержали, и мы выиграли. Первое место заняли. А Юра как-то особенным образом реагирует, когда мама на трибунах? Или это не принципиально? Я думаю, конечно, как и все, наверное, дети, когда видят, что родители на трибунах, конечно, они лучше играют. Лучше? Я думаю, лучше. Помощь наша им помогает. А у жены Юрия Анастасии получается сопровождать мужа на соревнованиях? Тоже старается быть рядышком. Но детишки подряд, два сына. Поэтому немножко были перерывы. Так старается тоже везде быть с ним. Ну, она, конечно, очень яркая болельщица. Фирменные майки с игровым номером 5, со всей этой символикой, атрибутами, надписями, разукрашенная. Потрясающе смотрится. А вот мальчишки, два сына, 6 и 2 года. Они ходят за папу болеть на трибуны? Да, уже понимают. Старший-то, конечно, 6 лет, он давно следит за папой. И этот уже разбирается маленький, 2 года. Так что болельщиков прибавилось. Мама спортсмена – главная героиня нашей программы. Мама знает все на Авторадио. Елена Евгеньевна Крашенинникова. Мама Краша, так она называет себя в Инстаграме. Краш, он же Юра, он же Гога. Крашенинников – легендарный российский пляжный футболист, один из лучших игроков сборной, трижды чемпион мира. Продолжаем нашу программу, созданную под патронажем Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». И все-таки, Елена Евгеньевна, мы желаем услышать историю о том, как Крашенинников стал крашем. Вот Юра много про это говорит, но мы хотим узнать вашу версию. Началось с того, что фамилия 14 букв не помещалась на футболке. Иногда даже ошибки делали в этой фамилии. Но через одного человека кто-то ошибается в нашей фамилии. Юра предложил сократить Краш. Вот мы как-то все согласились, и мне нравится. А вас не смущает перевод слова Краш? Разрушитель. Что-то такое. Ну, что-то с разрушением. Может быть, да. Он защитник, поэтому атаки соперника он разрушает. Ах, вот вы какой смысл унесли. Ну, тогда здорово. Вернемся немного к клубной истории Юрия. После столичного локомотива, с которым он, кстати, дважды становился чемпионом России, в 2014 году ваш сын получил предложение и принял это предложение от Санкт-Петербургского клуба «Кристалл». Надо понимать при этом, это я сейчас уже нашим слушателям говорю, что «Кристалл» – это принципиальный противник локомотива. Но разошелся Юра с локомотивом вроде бы по-хорошему, по-доброму, невзирая на то, что, ну, вроде как такой шаг по-спортивному. Ну, может быть, все его по-разному оценили. Ну, он, в принципе, бесконфликтный человек, или просто в этой ситуации так получилось? Вернулся в родные пенаты, я думаю, все. По-мирному произошло. И Юра устраивала, и условия, наверное. То есть он все-таки очень хотел вернуться в Ленинград, он хотел вернуться в Питер. Конечно. Семья здесь, и мама, и брат, и пока еще не был женат, он вернулся в Питер. А так в локомотиве приходилось жить в Москве, и часто переезды. А здесь удобнее, все рядом. Елена Евгеньевна, а что, по-вашему, самое сложное в пляжном футболе? Как я вижу по игре Юриной, очень здорово у него получается дать пас, хороший пас, и вовремя. Это у него какой-то четверт. Потом дальше забивают уже ворота мячи. Его даже в клубах звали кране, что он кран подъемный мяч передает. А вот когда ваш сын исполняет такой прием, как бисеклетта, да еще при этом забивает гол уверенно, вы в этот момент аплодируете или под лавкой, как часто бывает? Это был единственный раз в его карьере, когда он забил. Секунду напомнить слушателям, что такое бисеклетта. А вот пусть Елена Евгеньевна объяснит. Вы же профессионал теперь в пляжном футболе. Да, бисеклетта, да. Это ребята в воздухе делают ножницы и могут забивать, не глядя на ворота, спиной к воротам, ножницами забивают мячи. Ну, надо хороший пас дать, чтобы попал мяч именно на ноги. А Юра единственное в жизни я видела, как он это сделал. Ну, он это сделал почти сидя на песке. Но он сам, когда ему тоже задавали в интервью вопросы, то есть, типа, как это был эффект, он говорит, ну, я бы сказала, что просто как мешочек на песок упал и случайно забил гол еще между... Это было очень интересно смотреть и весело. Елена Евгеньевна, вы в курсе, что после победы российской сборной на Домашнем чемпионате мира, ну, вот в этом сезоне, соответственно, один популярный комментатор, YouTube-блогер, сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу и назвал этот вид спорта полной ерундой. Вас оскорбляет такое мнение? Вы слышали, да, это? Да, я эту историю слышала, но обидно, конечно. Просто надо пригласить его на песочек, пускай попробует хоть мяч с песка поднять, потом и говорит что-то обидно. Юрий Крашенинников ответил, что лучше бы он приехал на сборы, увидел бы, какая это большая работа и сколько сил вкладывается и выкладывается. Мы покатегоричнее были и правильно. Но, тем не менее, в этом году, получив в третий раз звание чемпиона мира, ваш сын признался, что не испытывал тех запредельных эмоций, что были при получении первого золота в 2011 году. А вы, Елена Евгеньевна, сравните свои реакции, вот 2011, 2013 и 2021 год. Все, все эти победы, все они прекрасны, но самое обидное, что в 2019 году они могли уже третий раз выиграть чемпиона мира. Помешала, я считаю, погода, все, погода изменилась, дождь, ураган, ливень, ну, даже ливень там был. А мальчик состоится в любую погоду? Да, они стали, хотя бы могли перенести на час, может, прошла бы эта буря. Нет, сказали играть ребятам, и с Италии выход, полуфинал, выход, финал. Играем на равных, но какая-то нелепая ошибка папорного, назначать пенальти. Там такой игрок есть в Италии, горе, одно горе от него. Да. И он забил нам пенальти, и мы мимо финала. Получаем только бронзу. Вот это было обидно. А победа, это, конечно, я считаю, первый одиннадцатый год, это была сенсация, просто сенсация. Обыграть бразильцев в 12-8. И так шикарно играть. В 2020 году главный тренер «Кристалла» Энджело Шеринце, швейцарец, не смог находиться рядом с коллективом. Ну, с пандемией это связано и так далее. Обязанности тренера на себя взял ветеран клуба и сборной Юрий Юрьевич Крашенинников. Что вы знаете о том, насколько комфортно ваш сын себя чувствует тренером? Я знаю, что он тренирует «Кристалл-2», вторую команду. Молодежку. Молодежку, да. Но он не хочет много говорить о тренерском поприще, потому что хочет еще играть. Пока мы мало обсуждаем тренерские вопросы, темы. А мальчишки-то сейчас идут вообще в пляжный футбол? Вы же все равно в атмосфере находитесь. Да, печь сокера, рашин, да, я постоянно смотрю. И такое количество соревнований у ребят. Маленькие приходят и пятилетние. Турнир за турниром, в Питере особенно. Очень много детей сейчас занимаются пляжкой. Посоветуете нынешним мамам отправлять сыновей конкретно в данный вид спорта? Конечно, посоветую, но мамы, конечно, все хотят, наверное, чтобы ребята играли в большой футбол, а уж какой-то опасной вариант, наверное, пляжный футбол. Но это их дело, это их право. Но пляжный футбол – это очень интересный, своеобразный вид спорта. И советую детишек туда отдавать. Им очень нравится играть. Насколько вообще спорт оберегает мальчишек от всякого негатива? Хотя, в принципе, сегодня по нашему разговору это проследовалось, но вот вы как-то еще раз сформулируете это. Я думаю, любой вид спорта, если ты увлекаешься и живешь им, конечно, о другом, о плохом тем более не думаешь. А как вести себя мамам молодых спортсменов? Контролировать, заставлять, держать или полностью доверять, поддерживать и помогать? Нет, заставлять никогда не надо. Я в свое время пыталась заставить Юру играть в теннис большой. Вижу, что желания особого нет. И спрашиваю, что все-таки, чем будешь заниматься? Она мне сказала футболом. Я согласилась. Так что заставлять никого не надо. Они должны сами выбрать спорта. Просто попробовать везде надо, а выбрать, пускай ребенок выбирает. Говорит мама трехкратного чемпиона. Да. И это, наверное, правильно. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам. Передавайте от нас огромный привет Юре. Пусть переслушивает нашу программу в подкастах. Ну и, в принципе, пусть все наши слушатели тоже переслушивают программу в подкастах. Елена Евгеньевна Крашененкова, спасибо огромное. До новых встреч, удачи и, конечно же, новых путешествий вместе со сборной России по пляжному футболу. Спасибо большое, спасибо, что пригласили. До свидания. Самые близкие и важные в жизни люди, мамы, помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все.